Головное досягнение 95-годовой истории района – люди. Будокошалёшчина означала юбилейную дату. Одновленные и новые объекты инфраструктуры, узнагороды, падяки и подарунки, урочистости и святочный концерт. Евгения Кухаронок с подрабясностями. 17 липень – особливый день не только для тех, кто народился на Будокошалёшчине, а и тех, кто переехал сюда жить и працавать. 95 год тому район набыл территориальное межи и начал отличить своей истории. Головной каштовностью тут – лечись людей. Велик спис уродженцев, які проставили Будокошалёшчий район, только подчас урочистого концерта падяшные листы за особистую вкладу развития края отримали 50 человек. Среди них была и старшиня Ревы Конкама – керівники, супрацовники місцевых предприємств, заслуженные работники и ветераны працы. Гоноровые же хоры Будокошалёшчины, дзеячих культур и мастаствов. Усіянны разом и кожны по особку болели за лёс свою родимую и робили всё махчимое для её росквиту. Главное достояние района – это трудолюбивые и талантливые люди. Ни одно поколение своим трудом, своими подвигами сделали узнаваемым район не только в Республике Беларусь, но и за его пределами. И благодаря труду сегодняшнего поколения район занимает достойное место в Гомельской области и в Республике Беларусь. И в этой связи хотел пожелать всем жителям района здоровья, счастья, благополучия, трудовых успехов по благо Будокошалёшчины и Республики Беларусь. Улику подарунков до свята шановным гостям уручили так сама книгу «Будокошалёшчина. 95 сторонок з життя». Надрукованы специально до святочной даты. Темчасом же хары Будокошалёшского района отримували подарунки на протягу усяго юбилейного года. До прикладу у райцентра до летнего сезона открыли официнный пляж. Мясцовый штучный водоём очистили, обсталявали место подчинку всем необходим и организовали пост вратовальников. Грунтовную реконструкцию провели на Кургане Славы. Памятное место одремонтовали, усталявали новые мармуровые дожки, доброапорядковали территорию. Творческие изменения отбились и в городском сквере у Будокошалёве. Там появились лавки незвычайной формы. Среди них – музычная, милицейская, лавка примирения, вандрование и для спотканев. Еще одним подарунком для городжан стало открытие у райцентра новой крамы кондитерской фабрики. Видовочный район Квятнеев и Пригажеев, не глядяши на солидные лишбы. У меня на малой родине никого с родственников уже нет, да и деревня уже практически разъехалась, там никого нет. Ну, посещаю, потому что у меня там похоронены мои родители, папа, мама. Я и сегодня заезжал туда. Люблю свою родину, не забываю, приезжаю. Родину никогда никто тебе не заменит. Родина у нас одна. Евгений Кухаронак, Александр Харлампов, телерадио-компания «Гомельс» Будо Кошалева.